Волжская улица. На верхней террасе. Бермудский треугольник. Новое дорожное полотно пропало, не успев появиться. Ямочный ремонт обернулся еще более худшей дорогой, заявляют водители. Какой путь уготован для недобросовестного подрядчика, сегодня выяснила Мария Сафронова. Вот это наш ремонт дорог. Два пальца. Это где-то 3-4 сантиметра проходит. И у нас еще один вопрос. 80% отремонтировали, 20% оставили. Много ли сэкономили денег? Проезжая часть дороги на улице Волжской – местная достопримечательность. Ее карточный ямочный ремонт начался около двух месяцев назад. Результат впечатляет. Казалось бы, новенькая, отремонтированная. По ней бы летать машинам. Но как тут разогнаться по волнообразному дорожному полотну с выбоинами? Водители возмущены некачественной реставрацией. Толщина асфальтового покрытия здесь не превышает 3 сантиметров. Кроме того, была использована достаточно легкая техника дорожная. В связи с чем было некорректное укатывание асфальтного покрытия. Здесь сплошные ухабы, сплошные буйраки, сплошная волнистость. Дорогу сделали ужасно. Я бы сказал, она была даже получше до ремонта. Если бы ремонтировать, нужно сделать это на совесть. Сказывается на машине, я думаю, всем известно. Это подвеска. Она стоит денег и очень неудобно, понимаете, лишние затраты. Перепады новой дороги аж в три мобильных телефона. Один, второй, третий. На самом деле такой асфальт будет держаться ровно месяц максимум. Я считаю, что это неправильно и нецелевое использование бюджетных средств. Я считаю, что такую работу принимать, на мой взгляд, на сегодняшний день нельзя. Поэтому водители стараются ездить по старой дороге, а не по заасфальтированной колейности. Это тоже весьма любопытно. Ремонтировать взялись только две накатанные колеи, а не всю проезжую часть. В результате этого по улице Волжской объемы сейчас не поднимаются вообще полностью по всей улице. Но по другим улицам у нас там тоже частично есть нарушения. И принято будет объем только после устранения всех кедастроек. То есть подрядчика обязуют полностью переделать некачественную работу и заново заасфальтировать Волжскую улицу. Та же участь ждет всех недобросовестных подрядчиков. Мария Сафронова, Сергей Свешников, Весть Ульяновск.